Футбольный номер это не просто цифра на футболке. Например, в Милане третий номер буквально принадлежит семье Мальдини. А для других футболистов номер может означать какие-то памятные моменты из жизни. Ну, либо количество тысяч долларов, которые футболист получает в неделю. Ну и как ты понял, сегодня я соберу состав из футболистов, которые имели интересные номера. Начинаем, как всегда, с вратаря. В основном все играют под первым номером. Но есть у нас Облак, есть Эдерсон и есть Донна Рума. А под первым номером у нас будет легендарный Яшин. Что мы делаем в такой ситуации? Сейчас будем тянуть жребий. Давайте выберем правое нижнее. Нам падает Яшин с одной стороны хорошо, а с другой треть бюджета мы потратим только на Галкибера. Сие удовольствие не из дешевых. Но благо, что подписываться на канал и ставить лайки можно бесплатно. Ваша активность, ваши подписки, лайки больше всего мотивируют на съемку новых роликов. У нас тут ролик про числа. Так вот, 75% смотрящих этот ролик без подписки, это число не из красивых. Подписывайся. Ну а мы ставим Яшина в состав и переходим к выбору левого защитника. Большинство, кто обычно играл на этой позиции, имели либо третий, либо шестой номер. Но также, например, Жорди Альба бегал под 18 номером, а Лиза Розю, новый кумир в нашей игре, под 69. На этот раз давайте тянем левое верхнее. Что ж, будет прикольно поиграть за нового героя. Хоть он, конечно, и не всю карьеру пробегал под этим номером, но именно это сделало его очень даже узнаваемым. Так что с ЛЗшником определились. Тут же давайте мы сразу выберем и правого защитника. Тут выбор у нас реально небольшой. Большинство предпочитают именно второй номер. Но есть и классные исключения. 24-й Джеймс и 66-й Арнольд. Хм, да, именно он нами выпадает. Я все потратил на Яшина. Так что берем 86-ю карточку. Далее очень интересно, ведь на очереди центр защиты. Хоть защитники в основном скучные в плане номеров. Зачастую они предпочитают номера от 2-х до 5-ти. Но также у нас есть Неста под 13-м номером, что интересно. Бывает проскакивает красивое число 23. Вот, например, Кунде и 95-й Бастони. Тут я буду предвзят. Я хочу Мальдини. Ну ладно, Бастони 95-й это тоже найс. Ну ладно, номер 2. Я не отказываюсь от своих желаний. Эм, прикольно, что нам падают такие вот интересные номера. 95-й и 13-й у защитников. Это круто, реально. Вау, я не ожидал, что будет так, но защита мне нравится. Тут уж в другом проблема, что больше половины всего бюджета я слил только на защиту. Хоть это не страшно, ведь в случае чего я зайду в серис-шоп, куплю там фифа-поинцы, открою столько наборов, сколько захочу и получу с этого монеты. Ты, кстати, можешь делать так же. Следующее у нас это центральные полузащитники. Кстати, фланговых игроков для этого состава подобрать было очень сложно, так что схему я выбрал вот эту вот. А вот полузащитник, это в основном шестерка либо восьмерка. Под шестым номером у нас играл сейчас уже тренер Хави, а восьмерки были у легенд сборной Англии Лэмпорда и Джерарда. И первым полузащитником становится Пирло. Его любимым номером был 21-й, и он всегда старался ему следовать. Номер 2 Лэмпорт сюда, а я так как раз сегодня, не взначая его, бесплатную карточку получил. Ну и последним у нас становится Хави. Все, что я могу сказать, это очень даже легендарная полузащита. Теперь минутка истории. Мой первый микрофон появился у меня более чем 2 года назад. На днях я себе купил новый ноутбук, также я себе купил новый микрофон, надеюсь. Это хоть как-то отображается на качестве звука. Эх, классное было время, он сопровождал меня почти на всем моем пути. Но на днях мне написали ребята из FIFINE, и предложили прислать микрофон, стойку для микрофона и наушники. Наушники еще не пришли, а ролик выпускать нужно, так что давайте о микрофоне. Который, к слову, меня очень обрадовал. Упаковано все, конечно, хорошо, и при распаковке тоже выглядит все очень красиво. Но что мы все про внешний вид и внешний вид, давайте о серьезном. Хотя нет, я не могу не сказать о подсветке и крутилках, это выглядит очень хорошо. И также очень классно, что ты можешь выключить звук одним нажатием кнопки. Полезный лайфхак для начинающих стримеров, в случае если к тебе во время трансляции зайдут родители. Ну а теперь про микрофон. По личному опыту могу сказать, что он подходит для всех целей. Но есть важная особенность. Говорить нужно прям вот сюда вот. Потому что если ты это будешь делать сбоку, то звук будет тихий, как будто из ведра. Все для шумоизоляции, потому что там постукивание по столу, посторонний шум, вообще не слышно. Говорю, для записи роликов это самое то. Меня спрашивали, какой микрофон покупать. И я всегда отвечал FIFA. Потому что это высокое качество за отличную цену. Ну и легко смогу это подтвердить. Этот микрофон я покупал за 30 евро. Он переживал со мной и взлеты, и падения, и в буквальном смысле этого слова тоже. Ну и соответственно служил мне вплоть до предыдущего ролика. Данный микрофон у меня пока что только третий день, но будем вместе с вами его тестировать. Если хотите купить такой микрофон, как у меня, ссылочка для вас оставил в описании. А дальше выберем Цапника. Тут у нас вот такие ребята. Зидан под номером 5, это как ответ, почему я не включал в список полузащитников Беллингама. Также Месси, Кака, Рональдинио, все легенды. И еще легенда мирового футбола Йохан Кройф под 14 номером. Вытянем прямо справа. Вот Йохана я хотел получить чуть ли не больше всех. А дальше самая обычная процедура с покупкой игрока. Так, ну и дальше нападение. Будет тоже интересно. Подавляющее большинство нападающих бегает именно под 9 номером. Но Пеле предпочитал 10, Драгба 11, один Роналду бегал под 7 номером, другой Роналду под 99. Будет интересно. И нам выпадает Джезус 33. Думаю пойдет. А больше монет у меня не хватит, к сожалению, ни на кого из этого списка. Но это если покупать на рынке. А так-то у меня имеется 90-й Холланд, которого я предлагаю поставить в состав. Все же девятка это самый популярный номер на позиции нападающего. Кстати, вот еще. Историю с Габи Джезусом вы же знаете. 5 лет он бегал под 33 номером, согласитесь. Габи Джезусу сложно подобрать более подходящую цифру. Состав готов. А каждая моя победа будет равняться одному этому набору. Пожалуй, мы перейдем на формат маленькой вебки слева. Мяч в ногах у Яшина играет уверенно. А сейчас мяч в ногах у Хави. Насколько же это был хороший удар. Так, еще на фесик на Лэмпорда. Мы все же додавили. Мы, как говорится, дожали. Беллингем показывает, как нужно подавать угловые тем временем. Мяч в ногах у Холланда. Делает он финт. И сейчас будет просто уничтожать сетку ворот соперника. И Яшин играет опять хорошо. Холланд получает мяч Яшин. Это было просто гениальное спасение. Кройф, ничего себе, как он проходит. Прямо нескольких игроков. Давайте мы отдадим на дальнюю. Там у нас Пирло, который... Ну, ладно, это же небольшая разница. Победа 2-0 или 3-0. Главное, что мы первый набор открыть сможем. Соперник номер 2 с Пушкашем 92-м. Давайте мы разыграем угловой. Изи гол, как для Кройфа. Это выход на наши ворота. Как раз Пушкаш, которого я ранее упоминал, забивает. Так, а давайте мы сейчас как-то красиво сыграем. Хави получает мяч и закручивает. Ну, что ж такое? Мда, Лэмпорт, конечно. Да и вообще, футболисты уже очень уставшие. Это мой последний момент. Пирло там падал, но это не пенальти и ничья. За этот матч мы ничего не получаем. Ну, окей, третий соперник. Тут надо побеждать. И мы с самого начала матча. Яшин. Мяч получает Кройф. И сейчас будет удар сюда. Скажем так, очень даже неожиданный гол. И Кройф. Ну же, бей! Дубль. Это очень классный футболист. Если б ему дали позицию Цапника, либо нападающего, это был бы один из самых востребованных футболистов в нашей игре. Красное для Несты и пенальти в наши ворота. Ну же, Яшин будет. Если заметили, я даже мышкой вел в ту сторону. Странно, что он не прыгнул. Все. Финита ля комедия. Теперь долгожданные наборы. Всего я могу открыть две штучки. И это первый. Я хочу девяносто там четвертого какого-то игрока. Это банну восемьдесят восьмой. Ну и наборчик номер два. Тут я опять. Просто хочу чего-то хорошего. Вот реально хочу чего-то хорошего. Он на на базовый. Похоже, даже не базовый. Восемьдесят восьмой это хорошо. Но я видел, как с этих наборов падают и девяносто вторые, и девяносто четвертые. Так что могло быть и лучше. Тут ты можешь подписаться на канал. Сделай это прямо сейчас. А выше ты можешь посмотреть очень интересный ролик.